Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии работают Сергей Уланов и Иша Киреева. И перед выпуском вы узнаете о главных событиях этого дня. В настоящее время назрела необходимость пропаганды предпринимательства среди казахстанцев, особенно среди молодежи. Так считает председатель Сената Парламента Касым Жумартукаев. Бюджет Западной Казахстанской области увеличился почти на 13 миллиардов тенге. Львиная доля бюджетного пирога будет направлена в строительную отрасль. На равных правах, но не на равных условиях. В нашу редакцию обратились жители города, пострадавшие в ДТП, с тем, что их не принимают больницы города и области. Председатель Сената Парламента Касым Жумартукаев считает, что в настоящее время назрела необходимость пропаганды предпринимательства среди казахстанцев, особенно среди молодежи. Об этом шла речь на парламентских слушаниях по бизнесу. По его словам, учить подрастающее поколение основам ведения бизнеса необходимо уже со школьной скамьи. Также Токаев отметил, что особняком стоит вопрос о создании одного окна по предоставлению услуг как иностранным инвесторам, так и отечественным предпринимателям. О тонкостях бизнеса в Казахстане расскажут наши столичные корреспонденты. На постсоветском пространстве мелкий предприниматель по-прежнему остается спекулянтом, барыгой, нечестным и жадным, не вкладывающим деньги в инфраструктуру и экологию, зато безжалостно эксплуатирующий чужой труд. На Западе же совершенно иначе. В развитых странах существует настоящий культ малого предпринимателя. В экономике нашей страны по-прежнему доминирует крупный бизнес, представленный преимущественно нефтяным и горно-металлургическим секторами. То есть говорить о реальной диверсификации экономики пока не приходится. А вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны не превышает 25%. Он в основном задействован в сферах торговли и сельского хозяйства. В развитых же странах сектор малого и среднего бизнеса является основой экономики и обеспечивает более 50% малого внутреннего продукта. Думая о малом бизнесе больше, чем о населении. Как ни странно и чудовищно прозвучит этот принцип, но он является аксиомой в деятельности многих правительств мира. Причина – если государство поддержит малый бизнес своего государства, оно автоматически поможет и бюджету страны, и ее населению. Малый бизнес – это прежде всего создание новых рабочих мест и пополнение бюджета. Наконец, развитие малого бизнеса – это рост числа людей, самостоятельно обеспечивающие достойный уровень жизни для себя и своих семей. Но для этого нужно защищать частную собственность. В принципе, наше законодательство запрещает конфискацию собственности, заработанной законным путем и не являющейся средством достижения преступных целей. Но на деле, как мы видим, суды выносят прямо противоположные решения, порождающие обоснованные подозрения относительно отъема и передела собственности. Своевеское слово в защиту собственности граждан должна сказать Генеральная прокуратура. Если правонарушения, в том числе уголовные преступления, не связаны с предпринимательской деятельностью, то собственность должна оставаться неприкосновенной. Известно, что малый бизнес зарабатывает больше крупного. В смысле, с каждого вложенного доллара или евро его инвесторы получают больше доходов, чем инвесторы крупных производителей. Например, в Германии, где вопреки устоявшимся стереотипам и заложенным мифам, опорой экономики служат не автомобильные монстры, крупные химические или металлургические концерны, а малые и средние предприятия. Правда, в Германии в предпринимательскую деятельность вовлекают в прямом смысле со школьной скамьи. И главное, финансово поддерживается студенческий бизнес. А у нас это большая проблема. Длинных и дешевых денег практически нет. Назбанк должен не только заниматься инфляционным таргетированием, а должен заниматься вопросами экономического роста. Мы считаем это ключевым важным. Мы знаем, что Сенат дает согласие на назначение главы Назбанка по представлению главы государства. И я очень рассчитываю, что по итогам нашего обсуждения все-таки эти вопросы и сенаторы возьмут на контроль, потому что доступность капитала крайне важна. Здесь нужно очищать. Конечно, легко сказать, вопросы непростые. Руководство Назбанка – компетентные люди, но тем не менее уже нам надо как-то вперед смелее двигаться. Снижать базовую ставку. Большая конкурентоспособность. Это проистекает прежде всего из-за экономии на масштабах. За счет меньших издержек, отсутствие лишнего бюрократического аппарата, снижение накладных расходов. Не случайно глобальный экономический кризис начался с краха крупных корпораций. А в Казахстане есть огромный потенциал в сфере импортозамещения. Для импортозамещения мы выбрали отрасля. 12 триллионов есть закупки. Это два бюджета фактически страны. Ну, сейчас, может быть, это примерно соразмерно бюджету. Если у нас есть четкие подходы, в раздачных материалах у вас есть, мы готовы четко отфильтровать. Но бизнес должен взять обязательства. Долгосрочные контракты государство должно обеспечить через рычаги, которые есть. И последнее. Большое начинается с малого. Достаточно напомнить, сколько их сегодня всемирно известных монстров современной экономики начинали с малого бизнеса. Самый яркий пример – Макдональдс, выросший из дешевой закусочной. Или, например, история создания Apple, которая звучит как сказка. Двое молодых людей начинали в гараже. Боржан Шайхмед Ганитзат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Министр Сагадиев освободит учителей от несвойственных им функций. Об этом он заявил, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства. Кроме того, как рассказал министр, Национальная образовательная база данных и Кунделек помогут заменить бумажную отчетность уже сегодня. Есть ряд серьезных проблем. Это страх учителя перед проверяющими всех мастей, рассказал министр. Сагадиев отметил, что этот вопрос обсуждался с премьер-министром страны, генеральным прокурором и министром финансов. При этом глава ведомства сообщил, что беспричинные проверки будут преследоваться министерством финансов. Еще одна важная задача – это предзапретить, заставлять учителей выполнять несвойственные функции. Объемная задача. Тем не менее, мы за нее беремся. Сегодня мы знаем, они и анализы собирают, и карточки проездные распространяют, и делают вот эти обходы. Мы начнем в первую очередь с обходов, с сбора статистических данных. Хотим запретить вот это. Бюджет Западно-Казахстанской области увеличился почти на 13 миллиардов тенге. Об этом было заявлено на очередной девятой сессии областного маслехата. Львиная доля бюджетного пирога будет направлена в строительную отрасль. Также предусмотрено направить деньги на благоустройство областного центра и водообеспечение сельских населенных пунктов. На строительство жилья в 2017-м предусмотрено еще больше средств, чем было направлено в прошлом году. Возведение трех девятиэтажных домов в Уральске и одного в Оксай оценили в сумму 2,4 миллиарда в тенге. Также в этом году планируется капитально отремонтировать три объекта здравоохранения и ряд объектов образования. При этом не забыли и о культуре. На сферу культуры и информационного пространства выделено 548 миллионов тенге, в том числе на проведение культурных мероприятий, материально-техническое оснащение организации культуры – 227 миллионов тенге, а также на капитальный ремонт пяти объектов культуры – 320 миллионов тенге. Весьма содержательным получилось выступление на сессии депутата КТУЛ И.А. Шигалиева. Он посетовал на недоступность кредитных средств для сельхозтоваропроизводителей. В России, Белоруссии и Европе аграриев кредитуют под 1% годовых. У нас под 17%. Кроме этого, инфраструктура в районах требует больших денежных вложений. Надо сделать существенную материальную разницу компенсацию работникам социальной сферы, работающим в ауле. При этом надо исследовательским путем установить различные уровни компенсации. Нам надо всем хорошо уяснить, что любой житель, который живет в ауле, является товаропроизводителем. То есть налогоплательщикам. И находится в доходной части бюджета. Переехав в город, он превращается в асфальтовый планктон. И долгое время находится в расходной части бюджета. Чтобы остановить нерегулируемый отток населения из аула, необходимо резко улучшить условия жизни в ауле. Также на сессии приняли решение присвоить областному казахскому драматическому театру имя Хадиши Букеевой, а городской средней школе номер 30 Хюас Доспановой. Итог сессии подвел Акимобласть и Алтай Кульгинов. Три года не могли найти деньги на то, чтобы именно в микрорайоне Жулдуз найти средства на асфальтирование и водоотведение. Вот сейчас вы поддержали. 500 миллионов выделено. Также выделены дополнительные средства в микрорайоне Зачаганск на водоотведение. И асфальтирование внутри данного микрорайона, поскольку активно строятся высотные дома. Также мы выделили средства, дополнительные свыше 1 миллиарда на ремонт дорог в 7 районах нашего региона, поскольку мы для себя отметили, что ремонт дорог является приоритетом. И по водообеспечению мы в этом году начинаем подведение централизованной воды 50 сельским населенным пунктам. Ну и дальше, чтобы продолжать, выделили сегодня, вынесли на сессию Маслихата средства на проектно-смертную документацию еще 22 сельских населенных пунктов. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Рустам Джумашев, ТДК-42. В Доме дружбы Ассамблеи народа Казахстана состоялось заседание Совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана Западной Казахстанской области. Глава области Алтай Кульгина в ходе встречи поднял вопросы развития малого и среднего бизнеса, участия предпринимателей в общественной жизни и развитии региона. А также подведены итоги работы Совета за 2016 год и утвердили план работы Совета общественного согласия на 2017 год. Только на образование мы, по сравнению с 2015 и 2016 год, увеличили бюджет образования на 10 миллиардов. В этом году только строим 6 новых школ, из них 4 в городе Уральске. И дальше будем продолжать. Ну и естественно, хотелось бы, чтобы наши бизнесмены тоже помогали. И мы будем создавать этому условия. Я думаю, Ассамблея народа тоже будет здесь хорошим, своим примером показывать такие добрые дела. В Палате предпринимателей Западно-Казахстанской области состоялось очередное заседание Совета по защите прав бизнесменов. Главной обсуждаемой темой стал проблемный вопрос в деятельности детских дошкольных учреждений. Владельцы частных детских садов рассказали, с какими барьерами они сталкиваются во время работы. И о недобросовестных конкурентах, которые ведут свою деятельность нелегальным образом. Одна из основных преград, которая существует в дошкольном образовании, это переоформление земли с жилого фонда под коммерческую недвижимость и заключение территориальной принадлежности на медицинское обслуживание городским поликлиникам. Потому что плановые прививки и осмотр детей в одном учреждении способствуют большему комфорту как для детей, так и для их родителей. Мы заключились в частном медицинской организации на обслуживание. Несмотря на то, что у меня медик квалифицированный очень, имеет высшую категорию, имеет стаж работы 30 с лишним лет. Но почему-то нас пятая поликлиника не принимает на обслуживание. И этой бюрократии уже идет 7 месяцев. Это еще один из форм для работы прокуратуры нашей. Я думаю, им здесь есть над чем поработать. Стоит отметить, что государственно-частное партнерство является очень важным фактом и способствует разгрузке очередей в дошкольные учреждения. Сейчас по городу Уральск на очереди в детские сады стоит 15 тысяч детей. Но несмотря на указанную цифру, регион показывает лучшие данные по республике и охват дошкольников составляет 99,7%. Сейчас в городе функционирует 50 государственных детских садов и при 26 школах работают мини-центры. С 16 по 19 год детей от 3 до 6 лет охватить 100% дошкольным воспитанием. Это тот возраст, который необходимо, чтобы мы подготовили ребенка к школе. Вопрос вот именно в разрезе этой возрастной категории стоит от 3 до 6 лет. В данный момент в городе открыты 22 частные дошкольные организации, которые умещают более 1600 детей. Из положительных моментов можно отметить, что к открытию готовится еще 5 детских садов. Из государственных новые двери для дошколят распахнут в Сырымском районе и в поселке Джимбита. Аиша Киреева, Айбула Джигапар, Рустам Жумашев, телеканал ТДК-42. В поисках правды. По словам гульмарал Рахметулла Казы, ее сын Нурадиль пришел домой с мини-центра с шишкой на голове и жалобами на боли. Спустя время его начало тошнить и несколько раз вырвало. Была вызвана скорая помощь. Медики направили Нурадиль в нейрохирургическое отделение. Там при обследовании ему поставили диагноз сотрясения головного мозга и ушиб мягких тканей. Женщина с вопросами обратилась в мини-центр при 19-й школе. Но ей там ничего толком не объяснили. Тогда женщина обратилась в городской отдел образования, где ей сказали, что ведется служебное расследование. Мы сейчас лечимся дома. Мой сын плачет, не хочет в садик. Я сама теперь думаю над тем, как его отдавать в садик после такого. Боюсь за своего сына. Ведь если один раз такое случилось, то может случиться еще раз. В садике мне ничего толком не рассказали. Где теперь искать правду? Оборудовать автомобиль защитными средствами настоятельно рекомендуют сотрудники правоохранительных органов. В городе участились факты угона машин. Только по официальным данным с начала текущего года на территории области зарегистрировано 18 случаев кража авто. Тему продолжит моя коллега Марина Горбук в еженедельной рубрике «Криминальная хроника». Марина, здравствуй, расскажи, как удается мошенникам вскрывать автомобили? Здравствуй, Сергей. Добрый вечер, дорогие телезрители. Злоумышленники не дремлют и каждый раз придумывают все новые ухищрения. Так сегодня для них не составляет большого труда вскрыть даже тот автомобиль, в котором установлена сигнализация. Двое жителей города 27 и 29 лет таким образом угнали 4 автомобиля, средства, с помощью которого вскрывали машины, они заказывали в России. Угнанные автомобили разбирали на запчасти и реализовывали их через газеты, интернет-порталы и мобильные приложения. Сотрудники полиции просят не оставлять автомобили без присмотра. Есть факты, где оставляли наши граждане свои автомашины на длительные срока. То есть оставили, через месяц пришли смотреть, а там машины нет. Из-за того, что у нас информации вовремя не поступает, соответственно возникает проблема и у сотрудников полиции. Ребенка, которого чуть не зарезала родная мать, определили в Центр адаптации несовершеннолетних. Об этом сообщают сотрудники Департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области. 12 февраля текущего года на пульт 102 поступило сообщение о том, что в областную многопрофильную больницу поступил ребенок с ножевым ранением грудной клетки. Как сообщает полиция, гражданка 1987 года рождения умышленно пыталась причинить вред здоровью своему 4-летнему сыну. Но, к счастью, он остался живым. По словам врача, мальчик получил травмы средней степени тяжести. 17 февраля ребенок был выписан из больницы. И на основании постановления органов опеки и попечительства города Уральска определен в Центр адаптации несовершеннолетних города Уральска. В настоящее время по данному факту ведется расследование. Возбуждено уголовное дело по статье 140 в части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Гражданка Б находится под подпиской о невыезде. Полицейские разыскивают двоих мужчин европейской и азиатской национальности. Причиной тому послужили разборки, произошедшие вечером 19 февраля в районе магазина «Березка». Как рассказали очевидцы, разборку устроили несколько мужчин. Они начали громко выяснять отношения, в результате чего один человек оказался ранен. И по некоторой версии еще один был убит. Об этом сообщает новостной портал «Тенгриньюз». И коротко о событии, произошедшем за пределами Уральска. Двоих казахстанцев нашли мертвыми в машине в Москве. Об этом сообщает информационное агентство «Казинформ» с ссылкой на российский телеканал. Тела их были обнаружены в автомобиле «Газель» в Дмитриевском районе Москвы. Данное об их личности не уточняется. Известно лишь то, что казахстанцы приехали на склад за товаром. Поиски их начались после того, как обнаружилось, что они не забрали его вовремя. На этом у меня все. Мы напоминаем, что имена и фамилии в интересах следствия не указываются. Это лишь малая часть событий, произошедших на текущей неделе. Спасибо за внимание и будьте осторожны. Спасибо, Марина. А мы продолжаем наш выпуск. На равных правах, но не на равных условиях. В редакцию телеканала обратились жители города, пострадавшие в результате ДТП. С тем, что их не принимают больницы города и области. Наши корреспонденты встретились с потерпевшими. Подробнее расскажем в следующем сюжете. 23 февраля в 7 утра на трассе Самара-Шимкент произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марки Volkswagen Venta и Дорожно-патрульной службы Департамента внутренних дел местной полицейской службы Западной Астанской области. Вследствие столкновения пострадало 5 человек. Приявшая бригада скорой помощи сразу же доставила пострадавших в областную больницу. Но врачи госпитализировали сотрудников полиции и водителей на марке Volkswagen Venta, так как тот находился без сознания. По словам других и пострадавших, они также нуждались в госпитализации. Но врачи решили иначе. Нас привезли в областную больницу, сказали пройти осмотр. После осмотра врач просто заявил, вы здоровы, можете идти домой. Да я встать не могу без помощи кого-нибудь, а он мне говорит, можешь идти. Так и не госпитализировали нас. Жаслана Якудаева также отпустили домой. Дома состояние Жаслана резко ухудшилось. Срочно требовалась госпитализация. Приявшая бригада скорой помощи, осмотрев, дала заключение, что в госпитализации он не нуждается. Все, вы здоровы, никакого перелома нет, идите домой, а я не могу встать. Просто у нас, мы не можем доказать, регистратор не был. Это у них есть регистратор. Если у них это будет, то они сами поймут, кто прав, кто виноват. Нет, я вот пассажир рядом сидел, впереди сидел. Но к вечеру Жаслана уже не мог терпеть боли и своим ходом добрался до городской многопрофильной больницы, где после осмотра врачи диагностируют у него сотрясение мозга. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. Один, их трое, отпущен на амбулаторное лечение, так как состояние не требует госпитализации. Двое на сегодня находятся в стационарах наших областных клиник. У одного зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом ребер со смещением. И у второго человека тоже перелом различными. Но состояние расценивается как средней степени тяжести. Пациенты не тяжелые, находятся под наблюдением врачей, получают лечение. К слову, пресс-служба Департамента внутренних дел Западной Казахстанской области выступила с заявлением, что при дорожном транспортном происшествии на 276-м километре трассы Самары-Шимкен водитель автомобиля марки Volkswagen Venta не справился с управлением автомобиля и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем патрульной службы ДВД МПСЗКО. Но пассажиры автомобиля Volkswagen Venta с этим не согласны. Итоговое заключение можно будет получить, лишь проведя все экспертизы. А утверждать, что уже сейчас ясно, преждевременно. Рустам Ашарипов, Нурлан Кунашев, Ербал Аманшин, Рустам Джумашев, телеканал ТТК-42. Мост есть, а прохода нет. Строители завершили возведение моста через реку Чиган в районе поселка Зеленое. Но местных жителей по нему ходить не пускают. Объект пока не принят в эксплуатацию. Тем временем из-за тонкого льда один человек уже ушел под воду во время перехода на другой берег. Пожилого мужчину сумели спасти строители. Строители отмечают, что им осталось совсем немного. В данный момент они исправляют последние недочеты. Люди продолжают перебираться на другой берег по тонкому льду. В нем уже появились полыньи. Строители рассказывают, что в одну из них упал мужчина. Его удалось спасти. Мы ходим по льду и боимся упасть. Мост уже давно построили, но нам по нему не разрешают ходить. Рядом здесь плыня. Здесь такой участок, самый опасный. И здесь родники. Скорее бы, конечно, пройти уже по мосту. Очень опасно здесь ходить. И каждый год. Вот в такое время, это самая пора. Всем работы нет в поселке нормальной. Сразу все, в город попасть. Подрядчики заявили, что мост и подходы к нему обошлись бюджету в сумму 55 миллионов тенге. 35 миллионов тенге ушло на строительство пешеходного моста в районе поселка Асан. Объекты планируют создать в эксплуатацию в начале следующей недели. Подрядчик еще там до конца не доделал. У него есть акт приемки нет. Это самое главное. До ледохода мы сейчас их торопим сами тоже. Мы думаем, что будет открыть этот мост. Моста не было. Люди проваливались тоже. Но там в этом году еще лед наращенный. Потому что вот это когда пролеты ставили, эти лед специально наращивали. Поэтому пока по нему можно ходить. Но главное то, что мы предупреждение ставили, что по льду не ходили. У нас там есть транспорт общественный, который ходит газель. Людям предлагают не рисковать и добираться в город при помощи автотранспорта. Это гораздо безопаснее перехода по тонкому льду. Длина этого моста 109 метров. Сейчас по нему спокойно можно попасть из поселка Мичурино в поселок Зеленый, который расположен в нескольких километрах. Люди ждали этого события несколько десятков лет. Роман Копняев, Мохамбет Консултанов, Александр Грабарев. Телеканал ТДК-42. Мокрое дело. Жители дома 102, расположенного по улице Курмангазы, задыхаются от сырости. Причина тому неисправная крыша, которая протекает уже на протяжении нескольких лет. Жильцам удалось добиться ремонта в рамках государственной программы. Однако едва истек срок гарантии со стороны подрядчика, как проблемы снова возобновились. В редакцию нашего телеканала обратился житель пятого этажа Шаукат Хафизов, который, являясь инвалидом первой группы, не может справиться с проблемой и вынужден подвергать своё здоровье дальнейшей опасности. В злополучной пятиэтажке побывали наши корреспонденты. Они попытались разобраться, как быть людям в этой ситуации. Тазы и вёдра в квартире Шаухата Хафизова стоят в каждой комнате. Как только потеплеет, потолок и стены насквозь протекают. Из-за постоянной сырости здесь становится невозможным дышать. Вода просачивается через весь подъезд, буквально до первого этажа. Сыро постоянно. Я постоянно простываю. Температура каждый год латает и каждый год течёт, течёт. После того, как в рамках государственной программы по линии ЧАЭС подрядчики сделали недобросовестный ремонт, жителям удалось выиграть несколько судебных процессов. Им выплатили компенсацию, но проблема так и осталась. Крыша и по сей день неисправна. Делали это. Жандао-сервис, ТО, Сина, Орал Сина. Мы уже и в суды обращались, в суды все выиграли. Вот с нашего подъезда, со следующего подъезда, 56-я там квартира, 100-я квартира, 99-я квартира. Все, кто обращались, все выиграли суды. Но они деньги оплатили и на этом всё, лапки сложили, больше ничего. То есть некачественно работу сделали, честно говоря? Некачественно сделали. Они её и сделали некачественно и доделывать не хотят. В обязанности КСК входит лишь частичный ремонт крыши, но здесь он бесполезен. Необходимо капитально ремонтировать кровлю. По суду вот эта фирма должна была, там же какой-то 5% что ли, это государственные деньги. Понимаете, это же просто так тоже не может быть, что вот государство выделяет деньги, а какие фирмы, как говорится, они недоброкачественно делают и всё, так же не бывает. Получается, что даже в рамках государственных программ подрядная организация не выполняет свою работу должным образом и контроль за ними не ведётся. В итоге страдают люди. Марина Горбук, Ербова Маншин, Александр Грабурев, ТДК-42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. В Алматы водитель пожертвовал машиной ради спасения детей. Автолюбительница решила повернуть налево. Чуть притормозив, она не заметила никаких помех и продолжила манёвр. Ехавшую по всем правилам автомашину Тойота она увидела в последний момент. При этом в её машине находились четверо детей. Водитель Тойота с трудом вывернул машину в сторону и избежал удара. Иномарка вылетела на разделительный газон и остановилась, повиснув на бордюре. Алаколь закрыли для туристов. Большей части баз отдыха на озере Алаколь запретили принимать туристов в грядущем сезоне. 139 туристических объектов из 147 не прошли санитарную проверку. Специалисты установили, что на территориях Турбас не соблюдается требование безопасности и отсутствует необходимая инфраструктура. В связи с этим Аким Восточно-Казахстанской области Даниил Ахметов запретил предпринимателям работать до устранения всех нарушений. В Уральске прошла расширенная ярмарка вакансий. Её организатором выступил Центр занятости населения при поддержке партии Нур-Отаны и городской прокуратуры. Сотрудники департамента юстиции сообщили, что они пригласили на ярмарку родителей, имеющих долги по алиментам. Как отметили в городском отделе занятости и социальных программ, в прошлом году по итогам проведения семи ярмарок вакансий было трудоустроено более 200 человек на постоянную работу. Всего мерами господдержки охватили 552 человека. Сегодня на ярмарку вакансий пришли 43 работодателей города Уральска. Ими представлено 415 вакансий. И сегодня ещё присутствует частное агентство, домашний сервис. Департамент юстиции сейчас проводит большую работу по снижению задолженностей по алиментам. Нами было приглашены свыше 300 должников. Конечная цель – это, чтобы дети вовремя получали алименты, они не были мщемленными. Как выяснилось, больше всего вакансий представили промышленные предприятия – более 150. «Ищем токарей, зуборезчиков и теснологов промышленного производства. Находить листу, но опыта работы нету. В том беда». «Молодёжь в основном идёт без образования. Нам на сегодняшний день требуются люди с техническим образованием, желательно, конечно, молодёжь. У нас литейное производство, изготовление покеренных мелющих шаров. То есть это металл жидкий, температура 1200 градусов. Поэтому желательно, чтобы присутствовала молодёжь. Нуждаемся мы в специалистах именно с высшим и среднеспециальным техническим образованием». Однако люди ищут работу по специальности. Из-за этого более 1200 вакансий в городе остаются невостребованными. «Я заканчиваю в этом году университет имени Мохаммеда Утимисова по специальности «Химическая технология, органический веществ». Технолог-инженер. Я хотела бы по своей профессии найти работу, так как моя профессия мне самая нравится. «У меня специальность переработки нефтегаза. И я вот 11 лет уже хожу на эти ярмарки. А моей специальности я не нахожу в работе. Все предлагают работу, которая не моя специальность. Именно КПО и ЖАИ КМУНАЙ не участвуют в ярмарке. Хотелось бы, чтобы они тоже участвовали, чтобы специалисты нефтегаза могли бы найти работу». С начала этого года за содействием в трудоустройстве в Центр занятости обратилось почти 2000 человек, из которых 800 были признаны безработными. Роман Копняев, Мохаммед Консултанов, Александр Грабрев, ТДК-42. Полицейский Уральска с 20 по 28 февраля проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». Его целью является выявление лиц, не оплачивающих административные штрафы. Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан проявить сознательность и погасить имеющиеся задолженности. В противном случае их могут снова оштрафовать. «На данный момент выявлено, уплачено около 500 тысяч тенге. Также направлены некоторые материалы, направлены в административный суд для принудительного взыскания. В данный момент участковыми инспекторами полиции, местной полиции службы УДГ города Уральска, составляются административные протоколы по статье 669 и направляется в специализированный суд города Уральска». У природы нет плохой погоды, но порой она может доставить немало хлопот. В текущем году, например, выпало большое количество осадков. И жителей это очень беспокоит, так как существует угроза паводка. Особенно этим вопросом озадачены жители садоводческих обществ, председателем которых сегодня сотрудники управления ПУЧС города разъяснили необходимые меры по предупреждению ЧАЭС и защитой от них в период весеннего половодия 2017 года. На сегодняшний день на территории садоводческих обществ проживает более 11,5 тысяч жителей, которые находятся в зонах, подверженных затоплению. На совещании рассматривались вопросы предстоящего паводка опасного периода и его безаварийного проведения. «В начале февраля проведено заседание комиссии по чрезвычайной ситуации, разработаны планы по предупреждению, планы по ликвидации и планы по эвакуации населения. В этих планах предусмотрены все работы, они разосланы ответственным лицам. Сейчас уже управление по чрезвычайной ситуации переходит на усиленный вариант несения службы. То есть каждый паводка опасный район, каждый участок будет закреплен за ответственными лицами и будет ежедневный, то есть ежесуточный мониторинг». В ходе совещания представителям садоводческих обществ были доведены сведения о факторах риска. Также были розданы предписания о необходимых мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций и защите от них в период половодия. «Все жители, проживающие на территории садоводска, товарищи, обязаны быть готовы к этому паводку. Слабый будет паводок, дай бог, чтобы все было хорошо. Если будут сильные, значит, люди должны быть предупреждены. Мы проведем в обязательном порядке до 15 марта обязаны всех председателей провести собрание с этими жителями, предупредить всех под роспись в связи с тем, чтобы люди были готовы». Первым делом специалисты рекомендуют определить место проживания и место размещения скота, птиц и домашних животных на время половодия, заранее определить маршруты выхода или выезда из мест проживания по возвышенным местам. Для избежания заторов на водоемах выделены средства на взрывные работы. Сейчас по существующим схемам определены места проведения взрывных работ. Также визуально осмотрено состояние шандор, который, по словам спасателей, находится в удовлетворительном состоянии и готовы к пропуску вод. Подходит к концу последней недели перед Великим постом. Эта неделя по-церковному называется «Сырной седмицей». На этой неделе христиане готовятся к Великому посту, к воздержанию и уже отказываются от мяса. Но все остальное можно вкушать во все дни, включая среду и пятницу. Последний день перед постом называется «Прощенным воскресением», потому что на пороге поста люди должны примириться со всеми, попросив у всех прощения и простить искренне всех. «Прощенным день воскресения» мы просим друг у друга прощения, чтобы наш Отец Небесный тоже простил. Потому что в Евангелии написано, что если вы не будете прощать ближним согрешением, то и Отец Ваш Небесный не просит ваших согрешений. Примирившись друг с другом, мы вступаем в эти спасительные дни Великого поста. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте www.tdk42.kz Всего вам доброго и удачных выходных! Предлагаем вашему вниманию прогноз погоды на 25 февраля. В Уральске днем плюс 4, ночью минус 1, дождь. В Актау плюс 5, минус 5, солнечно. В Актобе днем плюс 2, ночью минус 3. В Атырау плюс 4, минус 1, ясно. В Кокшетау минус 4, минус 12. В Костанае днем минус 1, ночью минус 8. В Казаларде плюс 4, плюс 1, дождь. В Павлодаре минус 6, минус 15, переменная облачность. В Петропавловске минус 5, минус 15. В Талдыкургане днем минус 2, ночью минус 12. В Таразе плюс 6, плюс 2, облачно. В Усть-Каменогорске минус 3, минус 10. В Караганде плюс 2, минус 5, солнечно. В Шимкенте плюс 10, плюс 7, дождь. В Алматы плюс 10, плюс 1. В столице республики Астане плюс 2, минус 6, солнечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин